Повествование Будем читать, дорогие мои, из Библии, из Ветхого Завета, повествование о выходе израильского народа из египетского рабства. Это один небольшой эпизод из этой древней истории, который, как мне кажется, очень хорошо иллюстрирует нашу жизнь и сегодняшнее наше собрание. Мы будем читать из 21 главы книги «Чисел», книга «Чисел», 21 глава, 4 стиха и ниже. От горы Ор отправились они, речь идет об израильском народе, отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю и дома. И стал малодушествовать народ на пути. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе наше противило эта негодная пища». И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ. И умерло множество народа из сынов Израилевых. «И пришел народ к Моисею и сказал, «Согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя. Помолись Господу, чтобы он удалил от нас змеев». И помолился Моисей о народе. И сказал Господь Моисею, «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий ужаленный, взглянув на него, останется жив». «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя. И когда змею жалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Народ израильский, как вы знаете, наверное, хорошо из истории, находился в египетском пленении. История эта очень древняя, ну, там, три с половиной тысячи лет примерно. Мы не знаем даже точно время, когда это происходило. Но знаем, что они вышли из египетского рабства силой, мышцей Господней, как говорит Священное Писание, через великие чудеса, слабый народ, который не мог, конечно, своей силой освободиться, воевать против египтян. Но Бог чудесным образом выводит его. Выводит его и обещает ввести в землю, где течет молоко и мед. То есть земля изобилия, где все хорошо, где все в порядке, где есть благословение, где есть счастье. Как бы абсолютная противоположность того состояния, в котором они находились. Народ с энтузиазмом, конечно, выходит. Все сначала очень хорошо, а потом начинаются проблемы. И если вы читаете Священное Писание или вообще знакомы с историей Ветхого Завета, вы знаете, что этот народ начинает малодушествовать, начинает роптать, начинает высказывать всякие недовольства. Ну, в каком-то смысле это можно понять. Они идут по пустыне. Их огромное количество, там примерно полтора миллиона человек идет со скотом, с имуществом. Там все, что у них там было, они все это несут с собой. Это все непросто. И вместе с тем они чувствуют Божью милость и благодать, когда идут по этой пустыне. Бог охраняет их, Бог питает их. Когда им не хватает пищи, Бог посылает манну. Это небесная пища, которая должна была их насыщать, она действительно насыщала их полностью. Она полностью соответствовала, ну, это, наверное, составленная по самым лучшим гастрономическим рецептам пища, которая соответствовала, в общем, всем потребностям человеческого организма. Хотя на вкус она была, как говорит Священное Писание, лепешки с медом, но традиция утверждает, что когда манну эту готовили уже, то ли толкли, то ли варили, то ли жарили, то ли как-то иначе готовили, Мишна говорит, что она принимала вкус тот, который человек хотел покушать. То есть, как бы, если он хотел мясо, вдруг эта пища становилась похоже на мясо, или на рыбу, или на творог. Удивительная вещь. Не знаю, правда или нет, или это уже со временем возникают различные легенды, но то, что эта пища вполне удовлетворяла, это было точно. И все-таки, несмотря на все это, мы читаем, что народ начинает роптать и говорит, а противила нам эта негодная пища, нет ни хлеба, ни воды здесь, нет привычной пищи, зачем ты нас вывел из Египта, в Египте было лучше. Ну, собственно, они забыли, как было в Египте, как убивали младенцев мужского пола, как их заставляли работать непосильно. Все это как бы отошло назад, и теперь возникают только картины котлов с мясом, с цибулей, с чесноком. Как бы радостные картины, которые, конечно же, минутки были, радости даже в самых печальных обстоятельствах. Я думаю, что эта вся история, которая рассказывается здесь в книге чисел, очень похожа на путешествия, которые мы с вами совершаем. Господь тоже выводит верующих детей своих, выводит из египетского рабства греха, дает нам освобождение, дает нам прозрение, дает нам путь в небесный Ханан, в то место, где абсолютное счастье, гармония, где все хорошо. Последнее с тем миром, из которого мы вышли, это идеальное состояние. Но, оказывается, надо пройти путь. Хорошо было бы, вот вышли и сразу оказались в Ханаане. Почему Господь через семь недель, когда они только вышли, когда они так радовались, там торжествовали, почему Господь сразу не ввел их? Ведь они могли пройти коротким путем, и не надо было сорок лет идти. Можно было дойти туда за полгода, шесть-семь месяцев максимум. Там очень короткое расстояние, даже учитывая это огромное количество людей. Нет, не получилось. И не получилось по многим причинам. И главная причина была в состоянии самого народа. Оказывается, народ, выйдя из Египта, вынес Египет с собой, вынес вот эту греховную привязанность, которая у него была, и с ней собирался войти в Ханаан. К большому сожалению, даже тогда, когда мы обращаемся к Богу, когда мы выходим из рабства, греха, когда мы освобождаемся, каемся, все-таки мы остаемся в старой плоти, и нам, очевидно, тоже необходим некий путь для того, чтобы усовершенствоваться, для того, чтобы освободиться. И мы сами создаем, конечно, себе проблемы на этом пути. Так же, как и народ израильский создавал себе проблемы тем, что они роптали, тем, что они высказывали недовольство, бунтовали. Когда разведчики пришли, рассказали, насколько прекрасная земля, они принесли плоды, и в том числе два человека несли на палке виноградную гроздь. Вы видели виноградную гроздь, которую должны были бы нести два человека? Я никогда не видел. Я думаю, что сегодня мы нигде такой даже гроздь не вырастим и не найдем. А вот там росли такие прекрасные плоды. Все было хорошо, но испугался народ. И мы часто тоже боимся, не зная то, что знаем, что вечности хорошо, знаем, что там будет лучше. Мы все-таки очень цепляемся за земное, хотим здесь устроить себя наилучшим образом. И поэтому создаем проблемы. Одна из проблем здесь описана в книге «Чисел». Мы с вами прочитали о том, что народ снова начал в очередной раз, это многократно повторялось, но в очередной раз народ начал говорить против Бога и против Моисея. Несмотря на то, что они видели невероятные чудеса, облако сопровождало их, днем защищает солнце. Ночью, когда надо было совершать переход, столб огненный шел впереди, освещая дорогу. Ну, казалось бы, такое близкое присутствие Бога. Начинает народ говорить против Бога и против Моисея. Я иногда думаю, что мы тоже, даже имея много подтверждений, много чудес, которые Господь совершил в нашей жизни, когда мы точно знаем, что только Господь вывел нас из некоторых обстоятельств, дал нам милость свою, и мы тоже начинаем иногда роптать. Может быть, не так явно, как роптал народ израильский, но тоже начинается ропот, почему со мной случилось это и это, почему я заболел, почему у меня проблема такая, почему вот не складываются обстоятельства. Это тоже ропот, который мешает нам идти. И вот народ этот тоже ропщет против Бога. И Моисея говорит, зачем вы нас вывели? Надоело нам все это. Это, кстати, происходит не через несколько месяцев, не через год, а через 38 лет пути. Представьте себе, они уже 38 лет идут. Там первое поколение, уже практически все умерли. остается всего несколько лет до конца, и они все равно ропщут. То есть, к сожалению, вот наша греховная натура дает о себе знать не только в начале христианского пути, но и в продолжении, и даже тогда, когда, казалось бы, мы уже должны войти в солидный духовный возраст. Но они ропщут. И тогда Господь посылает на народ ядовитых змеев. Ядовитые змеи – это были и наказание, и воспитание. Это был прообраз. Прообраз того, что необходимо сделать, с одной стороны, и что случается, с другой стороны, что случается с нами, когда мы начинаем проявлять недовольство перед Богом, то появляется грех. Этот змей – это прообраз греха. И когда-то в Эдемском саду змей искусил Еву, змей уговорил Еву, что все будет хорошо, вы не умрете, будете как боги. И она согрешила, взяла от запретного плода. Змеи здесь вот кусают евреев, и они мучаются. Это не мгновенная смерть от укуса змеи. Это медленная, мучительная смерть. Точно так бывает и сегодня в духовной жизни, когда змея обиды, змея недовольства, змея зависти, змея ропота, змея всякого рода греха кусает нас, и мы совершаем различные поступки, которые далеко уводят нас от Бога и мучаемся при этом. Эти все грехи, которые мы совершаем, приводят нас в состояние мучения. Мы страдаем, как страдал этот народ, от змей. И грех всегда подкрадывается, как змея из-под тишка. Он никогда не показывается в своем открытом виде, как змеи когда-то заползали в эти шатры израильтян и так тихонечко вползали и кусали их. Точно так сегодня грех очень медленно, очень осторожно проникает в нас и через средства массовой информации, и через рекламу, и через пожелания различные. Мы начинаем допускать какие-то моменты греха. И вот когда грех торжествует, когда укус уже совершился, когда яд вошел, то в этот момент мы уже начинаем вопиять, мы начинаем просить Бога о прощении, о помощи, о поддержке. И вот интересная история дальше начинается. Пришел народ к Моисею и говорит, согрешили мы, удали от нас змеев. Много раз они приходили уже к Моисею, говорили, согрешили мы, дай нам воды, дай нам хлеба, дай нам это. Согрешили мы, что плохо поступали, плохо говорили против тебя. И в этот раз они тоже каются, говорят о своем согрешении. И он молится Богу о том, чтобы Господь избавил. И Господь действительно избавляет. Но вот интересно, он не удаляет этих змеев. Казалось бы, Моисей должен помолиться. Я думаю, так ожидали старейшины и все из народа, которые пришли делегации к Моисею и просили его о том, чтобы он заступился перед Богом. Они ожидали, что прекратится нашествие змей. Нет, не прекратилось. Змеи остались. Но Бог дал противоядие. Я думаю, что евреи пытались своими силами избавиться от укусов змей. Они, наверное, оставили какие-то ограждения. Они, наверное, обращались к заговаривателям, к заклинателям. Наверное, искали всякие снадобья, делали всякие снадобья. Ну, как обычно это делается. Они хотели спастись. Ничего не помогает. От греха невозможно спасти собственными силами. Люди, конечно, пытаются как-то ограничить грех. Стараются как бы закрыть его в какие-то рамки. Стараются контролировать греховные побуждения свои. Стараются своей силой избавиться от греха. До конца не получается. Что-то получается, но очень и очень немного. К сожалению, грех настолько активно вошел в человеческую плоть, настолько слился с человеком, что справиться с ним человек не может. Необходима помощь извне. Необходима помощь Бога. И вот Господь дает средство исцеления от греха. Так же, как Он давал средство исцеления от укуса ядовитых змей, так Он и сегодня нам дает средство исцеления от греха. Для того, чтобы избавиться или остаться живым, избавиться от действия яда, Бог предлагает очень странный способ. Странный в трех отношениях. Я вижу три странности в этом способе, который предложил Господь. Господь предложил, чтобы сделать медного змея, выставить его на шест, и чтобы тогда, когда человек посмотрит на него, он оставался жив. По сути дела, это очень странно. Ну, во-первых, большая странность в том, что для того, чтобы как бы победить змею, Бог говорит, сделай медную змею. Но нет того, чтобы сделать, скажем, льва или орла, который успешно борется со змеей, победитель змей. Нет. Делай тоже змею. И эта медная змея, мертвая змея, должна была тебе помочь и исцелить. Это был прообраз. Прообраз того, что сделал наш Господь Иисус Христос. Когда Иисус беседовал с Никодимом, то он вспомнил про этот прообраз, объясняя Никодиму странный способ, который Бог избрал для того, чтобы избавить человечество от греха. Иисус говорит, третья глава книги Иоанна, я читаю, начиная с 14 стиха. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть сыну человеческому, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Как вознес Моисей змею в пустыне, так вознесено должно быть сыну человеческому». То есть Иисус сравнивает себя фактически вот с тем образом, который мы с вами прочитали «змей в пустыне», который называли в Израиле Нехуштан, медный змей. Почему Иисус должен был стать прообразом этого медного змея? Ведь фактически он должен был исцелить людей от греха, от греха, от всякого греха. Но не было другого способа исцеления от греха, как только взять весь грех на себя. Иисус, по сути, с дела стал грехом вместо нас. И апостол Павел пишет в послании Коринфианам, в пятой главе второго послания Коринфианам, не знавшего греха он сделал для нас жертвою, или, если говорить дословно, сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Он взял на себя весь грех человечества. Он стал совокупным грехом всего человечества. То есть, вот этот образ змеи, который жалил, который убивал, теперь принял на себя Иисус. Он стал грехом для того, чтобы умереть на кресте. И эта смерть на кресте позволила освободиться от греха, позволяет нам получить прощение, потому что иначе избавить человека от греха нельзя. Бог ненавидит грех, Бог должен наказать грех, но грех настолько слился с человечеством, с каждым человеком, настолько вошел в человека, преобразил его природу, что уничтожая грех, Бог должен уничтожить и человека, а Бог любит человека. И вот эта дилемма, как убить грех, не убив человека, была решена Иисусом Христом. Он берет на себя грех мира, для того, чтобы умереть, как совокупный грех человечества, и освободить людей от греха. И с этого времени открывается новый способ прощения. Вот здесь вторая странность. Если первая странность в том, что змея, которая жалела, должна была быть прикована, умереть и стать мертвым медным змеем, и это прообраз того, как Христос берет на себя грех всего человечества и умирает, как грех на кресте, то вторая странность заключается в том, как получить это исцеление. Обычно если Бог что-то дает, Он бы должен был дать по человеческому разумению какую-то жидкость, противоядие какое-то или какое-то вещество. Возьмите это вещество и тогда вы будете здоровы. Примите такой-то состав и тогда все будет хорошо. Это было бы понятно, это привычно. А Бог предлагает совершенно непривычный способ для исцеления от укуса змеи. Посмотри на медного змея и все. Разве может один взгляд избавить от действия яда, который проник уже в организм? Ну, взгляд же не может избавить, это же все понимают, и это кажется невероятным, это неправильно. А Бог говорит, вот именно таким неправильным как бы способом ты получишь избавление. То есть необходима была вера. Тоже, кстати, еврейская традиция утверждает, что не змеи убивали людей, а Бог убивал людей через змеи. И та же традиция заявляет, комментируя этот отрывок, что это не Нихуштан избавлял людей от смерти, а Бог избавлял людей от смерти через веру. И это очень правильное замечание. Потому что как Бог наказывает, так Бог может избавить. Но избавление, оказывается, совершается только через веру. Тогда, когда человек поверит в тот путь, в тот совершенно невероятный, необычный путь, который предлагает Бог для спасения от греха, он может получить спасение от греха. Он уже ужален грехом. Все люди ужалены грехом. Они все мучаются от действия этого греховного яда. Но можно получить избавление. Избавление, которое даст жизнь. Но, кстати, это избавление не давало мгновенное исцеление. То есть, человек еще продолжал болеть, яд еще продолжал действовать, но у него уже теперь появлялась абсолютная надежда. он он уже точно знал, что будет спасен, если он посмотрел на этого змея, висящего на древе. Когда мы смотрим на Иисуса Христа, когда мы верой соединяемся с Иисусом Христом, то в этом случае мы получаем жизнь вечную, мы получаем освобождение от греха, мы получаем прощение от греха, но, к сожалению, мы еще остаемся в греховном теле. И это греховное тело заставляет нас снова и снова переживать проблемы. Так же, как эти евреи, которые получали исцеление, они оставались в этом же стане, где действовали эти змеи. Змеи снова заползали в шатры, снова из-под тяжка могли укусить, и человек, который уже однажды получил исцеление, мог еще раз получить идиотую порцию яда. К сожалению, мы тоже живем в мире, который наполнен ядом греха. И этот яд греха действует на нас даже тогда, когда мы уже один раз пришли ко Христу, когда мы покаялись, когда мы освободились, но мы все-таки можем быть подвержены согрешению. Но есть способ. Снова и снова надо обратить свой взор на крест, где висит Иисус Христос. Как евреи должны были смотреть на этого змея всякий раз, когда получали порцию греха через яд. Точно так и мы должны смотреть на нашего Господа Иисуса Христа. И есть еще третья странность, как мне кажется. Странность заключается в том, что Моисей поставил это знамя, это древко с медным змеем недалеко от Стана, недалеко от Скинии. И если человек хотел получить исцеление, он должен был быть близко. Он должен был быть близко к Скинии, он должен находиться в Стане. Если он ушел куда-то в другое место, он получал этот ядовитый укус, и у него не было никакой надежды. Он не видел уже того, кто был там на медном, медный змей, на этом древке. Это тоже прообраз, прообраз того исцеления, которое мы с вами получаем тогда, когда смотрим на Иисуса Христа распятого. Теоретически можно смотреть на него, находясь в любом месте, но наиболее ясно его видно в церкви, в Стане Святых. Здесь во время проповеди Евангелия мы ясно видим, кто такой Иисус, мы ясно видим, что Он сделал, мы ясно видим результаты служения, которые Он совершает. Мы здесь встречаемся лично с Иисусом. Поэтому так важно находиться в церкви, так важно находиться в обществе святых, чтобы постоянно снова и снова обращаться к Иисусу. Некоторые удивляются и говорят, ну как вы каждое первое воскресенье месяца говорите одно и то же об Иисусе. Ну да, Он умер, Он воскрес, Он пострадал за наши грехи, но мы это уже знаем. Но одно дело знать это информационно, разумом, а другое дело снова и снова встречаться лично с Иисусом. И вот во время вечери, когда совершается вечеря Господня, мы наиболее очевидным образом встречаемся с Иисусом, потому что Иисус сам сказал, сие есть тело Мое, сие есть кровь Моя. И духовным образом мы соединяемся с Ним тогда, когда мы встречаемся с Ним во время вечери. И это очень важно для нас, если мы хотим получать, постоянно получать избавление от тех укусов греха, которые донимают нас во время нашего земного пути. Мы должны смотреть на Иисуса. Конечно, эта фраза очень стандартная. Мы часто повторяем эту фразу «Посмотри на Иисуса», «Посмотри на крест Голгофы». А что это значит смотреть на Иисуса? Как можно смотреть на Иисуса? Смотреть на Иисуса – это что значит? Смотреть на картинку его страданий, на икону смотреть. Как можно реально смотреть на Иисуса? Оказывается, на Иисуса надо смотреть так, чтобы принимать то, что Он делал для себя. Вот я привожу такой обычно очень простой пример. Чаще всего, все вы, наверное, но особенно, конечно, молодое и среднее поколение, чаще всего вы смотрите куда? На телефон. Вы достаете телефон постоянно, вы смотрите на телефон. Телефон теперь – это окно в мир. Это не только средство коммуникации. Для молодых людей это жизнь фактически. Вы достаете и смотрите на телефон. Как вы смотрите на телефон? Вы что, смотрите на него просто для того, чтобы увидеть, какой он, какого он цвета? Нет, вы уже хорошо знаете, какого он цвета. Вы смотрите на телефон для того, чтобы получить что-то от него, получить некую информацию, получить от него то, что вам необходимо в данный момент. Тогда, когда мы хотим по-настоящему посмотреть на Иисуса, нам надо соединиться с Ним мысленно, соединиться с Ним духовно, соединиться с Ним всем нашим внутренним естеством. И делать это почаще. На телефон вы смотрите очень часто. Достаете его и смотрите. А на Иисуса, как часто мы смотрим. А ведь для того, чтобы избавляться от наших грехов, избавляться от укусов, получать вновь и вновь исцеление, нам необходим этот взгляд на Иисуса. Без этого, без того, чтобы реально, по-настоящему смотреть на Иисуса, не информационно только смотреть, а смотреть так, чтобы соединяться с Ним, чтобы чувствовать Его присутствие, переживать действия Его благодати, чувствовать Его руку, водею, которую Он ведет нас по жизни. Вот это, оказывается, самое важное для того, чтобы получать исцеление. Дал бы Господь, чтобы и сегодняшний день был для нас днем, когда мы поднимаем свой взор на Иисуса распятого, который дает нам жизни, и поднимаем на Него взор постоянно, не отлучаясь далеко от собрания святых, для того, чтобы всегда быть в общении с нашим Господом. Аминь. Помолимся Господу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова